Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и мы продолжаем цикл передач, подготовленный совместно со специалистами Рязанского центра по профилактике и борьбе со спидом Рязанского областного клинического кожно-венерологического диспансера. И сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Фомичкин, заведующий отделом организационно-методической и профилактической работы Рязанского центра по профилактике и борьбе со спидом. Александр Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Вот первый вопрос у меня такой. Расскажите, пожалуйста, про эпидемиологическую ситуацию в России и в Рязанской области в частности. Ну, несмотря на предлагаемые усилия, к сожалению, количество инфицированных, как у нас в стране, так и в Рязанской области продолжает увеличиваться. В России мы достигли уже планку 850 тысяч человек. В пересчете на 100 тысяч населения это более 600, да, 100 тысяч населения. Ежегодно в России регистрируется порядка 70 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Если представить это реально, то где-то около 200 случаев ежедневно. То есть это достаточно высокий показатель. Случа ВИЧ-инфекции в России в СИГ-инфекции, они заразированы во всех субъектах. Он где-то больше, где-то меньше. Но наиболее пораженными субъектами Российской Федерации являются Самарская область, Иркутская область, Челябинская область, Санкт-Петербург, Москва, Московская область. А Рязанская область в списке российских регионов занимает среднее положение. То есть не очень высокая заболеваясь, не очень низкая. В Рязанской области на сегодняшний день выявлено более 3000 ВИЧ-инфицированных, точнее 3600 человек. Ну, я бы описал ситуацию в нашей области как стабильно ухудшающуюся. То есть, несмотря на то, что количество выявленных носителей у нас в ежегодно держится примерно на цифре чуть более 200 человек, но общее количество ВИЧ-инфицированных ежегодно увеличивается. В Рязанской области случаи ВИЧ-инфекции заразированы также у нас во всех районах области. Наиболее пораженные районы – это Скопинский район, Пронский район, город Рязань, Михайловский район, Рязанский район, но сегодня давно присоединился Милославский район. Вот, что касается умерших, то, допустим, в Российской Федерации уже умерло более 170 тысяч инфицированных. Вот у нас в области, сказать, умерших уже превысило тысячу человек. То есть, проблемы серьезные, проблемы актуальные, и никуда мы от этой проблемы, к сожалению, не уйдем. Вот вы говорите, что ситуация ухудшается. Какой прогноз? Стабильно ухудшающийся. То есть, мы не ожидаем вспышки в ближайшее время ВИЧ-инфекции, но ожидаем, что количество ВИЧ-инфицированных из года в год будет увеличиваться. Ну, будем надеяться, что цифры будут стабильны на уровне предыдущих лет. Расскажите, пожалуйста, про особенности распространения заболевания. Да, в последнее время мы отмечаем некоторые особенности в состоянии ВИЧ-инфекции. Если, допустим, лет 10 назад мы могли твердо сказать, что ВИЧ-инфекция, прежде всего, болезнь наркоманов, то в последние годы ситуация изменилась. Например, начиная с 2003 года, ВИЧ-инфекция нас передается преимущественно половым путем. То есть, где-то около 70% ВИЧ-инфицированных от сериала отзажается и наполовым путем. Хотя, в целом, в общей структуре ВИЧ-инфицированных 53% – это все-таки лица, которые заразились при употреблении наркотиков. Это одна из особенностей. Другая особенность стоит в том, что ВИЧ-инфекция несколько постарела. Если, опять же, мы десятки лет назад отмечали, что где-то около 80% ВИЧ-инфицированных составляет молодежь до 30 лет, то сейчас мы отмечаем, что возрастая группа 30 лет и старше у нас же составляет 70%. То есть, ВИЧ-инфекция – это болезнь не только молодых, но и лица такого среднего активного возраста. Следующая особенность – увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин. Так как ВИЧ-инфекция в последние годы придется преимущественно половым путем, то резонарожение женщин именно половым путем, он несколько выше, чем мужчин. Отсюда возникает следующая проблема. Это проблема увеличения количества детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Ну, достаточно сказать, что в прошедшем году в 13-м году родилось 68 детей, в 12-м году – 52 ребенку уже на сегодняшний день родилось 60 детей. Вот основные особенности, к которым хотелось бы обратить внимание. Александр Николаевич, а вы расскажите, а вообще откуда взялся ВИЧ, и когда он впервые был обнаружен? Ну, однозначно сказать, откуда взялся это забывание, невозможно. Существует только теории. Существует теория естественного происхождения ВИЧ и теория искусственного происхождения ВИЧ. Но теория искусственного происхождения ВИЧ, она не очень-то поддерживается. Она заключается в том, что вирус был создан искусственным путем в лабораториях при создании, возможно, белористического оружия, произошла утечка материала, и вот так он просто строился. Да, то есть такая банальная теория, но она все-таки имеет место быть. Ну, основная теория, конечно, естественного происхождения ВИЧ-инфекции. Некоторые ученые считают, что вирус существовал сотни, можно да, тысячи лет, но он существовал где-то в труднодоступных районах и какое-то время не входил за пределы вот этой ограниченной территории. Но в связи с развитием культурных связей, миграции, населения, развитие международных отношений вирус все-таки вышел за пределы вот этой ограниченной территории и распространился в том вот мире, в каком сейчас мы и наблюдаем развитие эпидемии. Потому что мы задумывались, например, откуда вирус гриппа взялся, вирус кори, то есть есть или не есть, так и по поводу ВИЧа. Но есть другая теория, которая, кстати, придерживается первооткрывателей вируса, те, кто открыли вирус. Вот она заключается в том, что ВИЧ к нам пришел от наших собратьев обезьян. Ну сейчас, если это зеленые мартышки, то могло инфекционно произойти при разделывании туши обезьяны. И поначалу считают, что вирус не вызывал заболевания у человека. Но с течением времени вирус развивался, приобретал свои патогенные свойства, передавался из пыли в поколения и, наконец, в тот момент, что он стал в том виде, в каком мы сейчас его и знаем. В пользу теории существует тот факт, что для того, чтобы открыли ВИЧ-2 у жителей Западной Африки. И когда его сравнили, он оказался где-то между обезьянью вирусом и ВИЧ-1. То есть, получается, по логике вещей, что было сняло обезьянью вирус, потом ВИЧ-2, и потом ВИЧ-1. Потому что ВИЧ-2, он менее потаенен, он клиническая картина при нем несколько смазанная, продолжение жизни при ВИЧ-2 навыше. То есть, он такой менее агрессивный. Вот это, говорит, в пользу обезьянья, теория вируса. Ну, все это теории. Однозначно сказать, откуда взялся вирус. В принципе, не столь важно, откуда он взялся, важно то, что есть. ВИЧ-2, это звучит страшно на самом деле, но, тем не менее, мы живем все-таки в 21 веке. Да, и лечится в наше время инфекция? Ну, к сожалению, полное излечение от ВИЧ-инфекции нет. То есть, мы полностью не можем освободить организм, инфицированный от вируса. Но достигнуты большие успехи в том, чтобы затормозить развитие вируса и тем самым продлить жизнь ВИЧ-инфекции, сохраняя его активность и работоспособность. На сегодняшний день официально известно около 30 видов лекарственных препаратов, которые мы успешно применяем. И они достаточно эффективны. Достаточно эффективны, потому что лечение назначается при определенных показаниях. Лечение не в монотерапии, то есть не одним препаратом, а как минимум тремя препаратами, так называемая, три терапии. Как сказать, активная антиретровирусная терапия. Пока проблем с лечением у нас нет, лечение проводится бесплатно, хотя государство стоит от 100 до 300 тысяч в год. Но все желающие лечение получают. То есть, никто не стоит в очереди за лечением, все нуждаются и получают. Проблема в том, чтобы вовремя прийти и определить показания к лечению. С этим бывают некоторые проблемы. Может, что делать, если есть подозрения? Ну, если человек имел какой-то фактор риска инфицирования, то не надо заниматься трусильной политикой, и восьмом человек все обойдется. Придите желательно к нам в Центр филактики и спиды и обследоваться. Но обследоваться можно не сразу же после момента рискованного поведения, а через месяц, два, ну, три. Можно прийти сразу просто, чтобы пройти так называемое психосоциальное консультирование. Проблем нет. Обследование проводится бесплатно. Можно обследоваться даже анонимно. Результат будет готов на следующий день. Информация конфиденциальная, в общем-то, никуда не распространяется, исключением случаев на предусмотрах законодательства. То есть, уровень прокуратуры, следствия, суда и так далее. То есть, ни работодателю, ни руководителю того, чем в заведении информации не передается. Поэтому, пожалуйста, приходите, все обследуем. Ну что ж, Александр Николаевич, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Александр Николаевич Фомичкин, заведующий отделом организационно-методической и профилактической работы Рязанского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Это программа «Семь минут». Увидимся!